Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Дмитрий Бродовиков и Светлана Владина. Еще раз здравствуйте! Второй день подряд мы ведем беседы, опираясь на результаты опросов, проведенных в середине февраля Левада Центра. На сей раз поговорим о сочетании церковное и светское – церковь и государство. Итак, еще один опрос Левада Центра, результаты которого были опубликованы, касался именно этой темы. 31% опрошенных считают, что российские власти должны руководствоваться в своих действиях религиозными убеждениями. 24% считают, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений. 56% считают, что в настоящее время этого влияния ровно столько, сколько должно быть. И 16% считают влияние церкви на политику недостаточным, а 17% наоборот – чересчур. Что думаете вы на эту тему? Должна ли церковь каким-то образом влиять на государственную политику? Должны ли государственные мужи в принятии решений руководствоваться христианскими принципами, если они таковые исповедуют? И можете ли вы привести достоверные примеры современности? Достоверные, вам доподлинно известные, когда религиозные убеждения каким-то образом влияли на принятие государственных решений? Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Ну вообще, всегда можно, наверное, с интересом прочитать какие-то социологические исследования в отношении церкви, в отношении того, допустим, постятся люди или нет. В преддверии Великого Поста часто можно встретить такие социологические исследования. Но вот для меня лично интересно, 56% респондентов считают, что в настоящее время это влияние ровно столько, сколько необходимо. Для меня такой вопрос. А вот эти 56% — это влияние в чем конкретно? То есть мы говорим про достоверность этого влияния. Грубо говоря, мы можем подумать о том, что представители церкви, как правило, присутствуют на различных светских государственных мероприятиях. Может быть, это какие-то вручения, наград государственных и так далее. Рождественские чтения и парламентские встречи, которые проходят. Мы можем видеть присутствие представителей Русской Православной Церкви на важных государственных мероприятиях, но мы же при этом не можем сказать, что присутствие человека фактически делает его каким-то руководителем того, что там происходит. Но присутствует и влияет таким образом. Распространяет, напоминает. Потому что мы можем встретить, что там присутствует и православный священник, и представители других религиозных общин, которые в России у нас представлены, поскольку страна у нас все-таки не... Точнее, страна у нас многонациональная. Нельзя говорить о том, что государство сегодня поддерживает только какую-то одну религию. Русская Православная Церковь и православие являются все-таки культурообразующей религией для нашего Отечества, но при этом она не является каким-то лидером, да, так скажем, в политике сегодняшней. Ну и вообще, в принципе, можно ли говорить о политическом лидерстве, если речь идет о религиозных организациях? У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Говорите вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Давайте, пожалуйста, познакомимся. Молодой пенсионер из Москвы, вам звоню, Анатолий Николаевич. Очень приятно. Считаю себя верующим и так далее. Я считаю, безусловно, наши политические, административные деятели должны руководствоваться, в первую очередь, заповедями христовыми. Вот. Это первое. Ну и второе, значит, и религиозные деятели, в том числе священники, да, должны тоже опираться на моральные какие-то законы, которые общество диктует. Вот. Например, мне вот недавно, ну сейчас приходится сталкиваться, когда священник Московского Патриархата Украинской Православной Церкви имеет на своем счету десятки миллионов рублей. А, ну понятно, понятно. Все, благодарим вас, Анатолий Николаевич. Слушайте, ну, ребята, ну это уже даже не смешно. И попы на Мерседесах, и десятки миллионов рублей. И вы понимаете, что вот это заявление в эфире, это же вообще обвинение вот так вот на весь мир. Мы же не можем проверить то, что вы нам говорите. Вы простите, что я не дала вам договорить, но такие вещи мы будем жестко пресекать. Созвенеем мне, конечно, в адрес того, кого перебили, но перебивать будем, чего же делать. Вот так. Ну, на самом деле, я понимаю, что раздражает. Раздражает то, что у батюшки есть машина. Но вот у нас недавно некоторые деятели заявили, что они теперь не будут пользоваться личным автотранспортом. А поскольку они люди, которые очень многое должны успевать в силу должности, у меня возник вопрос. Ребята, это что, благо, что вы будете везде опаздывать? Да мы как раз вас для того и выбирали, чтобы вы все успевали. Поэтому, пожалуйста, будьте добры, возвращайтесь на личный автотранспорт и ездите на нем. Потому что на трамвае и на автобусе вы точно не справитесь со своими обязанностями, которые у вас немаленькие. К батюшке та же самая просьба. Батюшка дорогой, если вам какой-то прихожанин храма пожертвовал, пусть даже и Мерседес, вы ездите на нем, пожалуйста, потому что вот бабушка умирает, ее надо успеть причастить. Вот человека соборовать, вот 33 родительских собрания, на которые вас пригласили, и встречи со школьниками. Вот вам надо к военному успеть, а вот в обитель милосердия. И чего? Нет, пусть он на силом мере не верхом. Нет, причем самое интересное отношение к этому всему людей, если будет ехать человек в Мерседесе обычный, светский, в пиджаке или в рубашке, ну или там, не знаю, в спортивном костюме, то кто-то подумает, ну вот повезло же человеку, заработал или наворовался на такой транспорт. Но сам факт, что они... Батюшка заработать на это не может. Видимо, предполагается, что он... Чего сделал? Наворовал? В священном сане, да, так скажем. Что случается очень и очень редко среди... Но случается, мы видели, я видела. Я видела. И это, видимо, клеймо на всю жизнь. Да, что бывает очень и очень редко. Нет, здесь будет включаться только осуждение и только раздражение. Ну, у определенной части аудитории. У нас звонок, кто-то ждет очень долго. Спасибо за терпение. Здравствуйте. Добрый вечер. А, это Евгений Саныч. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я должен вам сказать одно, что церковь должна влиять, но не должна потакать. Вы вспомните Максима Грека, Нила, Сорского. И что такое церковь? Церковь – это мы все. А то, что вы говорите, это представители церкви, облеченные саном. Они, конечно, не должны потакать власти. А церковь, мы и сами, христиане, должны своей жизнью влиять на общество, на власть, на всех остальных. Вот это и есть церковь. Спасибо, Евгений Саныч. Спасибо. Я, друзья, нахожусь под впечатлением уже целые сутки. Вчера вечером посмотренного фильма «Наследники» режиссер Владимир Хатиненко. В прошлом году фильм вышел на экраны и остался, к сожалению, с моей точки зрения, незамеченным и неоцененным. Если бы мне один хороший мудрый человек его просто не принес на флешке, не сказал «посмотри», я бы его и не увидела, наверное. Очень всем советую, найдите, он есть в интернете, на кинопоиске или там еще где-нибудь, можно его посмотреть. «Наследники» режиссер Владимир Хатиненко. Там как раз эти вопросы в том числе затрагиваются. Но кроме этого, такие глубины еще раскрывает автор, что, в общем, стоит с этим соприкоснуться и подумать на эту тему. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Я звоню из Перми. Татьяна Васильевна. Очень приятно, Татьяна Васильевна. Меня всегда очень удивляет, вот мы говорим, что батюшки на машинах, но когда бездельники, которые не заработали ни копейки, ездят на машинах, это все нормально. А батюшки, они так устают. Господи, я только говорю, да вы никогда не рабатывали так, как работают батюшки. Господи, дай Бог им всем здоровья. Спасибо, Татьяна Васильевна. Тема машины, она, видимо, какая-то вечная. Ну, видимо, да. Антон Маевский пишет нам ВКонтакте. В нашей церкви последние годы принято такое мнение. Политика – дело лукавых. Но, простите, ведь что делал Александр Невский, если не вел внешнюю политику? То с монголами, то с орденом. А праведный Иоанн Кронштадтский, он был духовником Черной сотни, кто не в курсе, найдите, почитайте, кто в нее входил. В царское время именно эти люди занимались всей политикой. Итак, что хочу этим сказать? У лукавых людей и политика, и жизнь, и любое дело лукавое. А у православного человека и политика православная. И примеров этому в нашей истории пруд пруди. Ну, вот в числе этого самого пруда, как раз тот фильм, о котором я сказала, там речь идет о преподобном Сергии Радонежском, который, как вы помните, повлиял на князя Дмитрия Донского, и чем это кончилось, тоже все прекрасно знают. У нас звонок, а потом дочитаю то, что написал Антон Маевский. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте, да. Железноводство, Европольский край. Очень приятно. Как вас зовут? Меня зовут Юрий Иванович. Юрий Иванович, слушаем вас. Ну, вот как раз прямой эфир, это самое, хотелось сказать, мнение по поводу государственной власти. Пожалуйста, уже говорите. Уже вы там. Да. Ну, значит, вопрос такой, патриарх благословил православных идти во власть. Благословил идти во власть. И если не будут православные во власти, то есть люди верующие во власть, особенно православные, то власть, она не изменится никак. Мы должны изнутри власть менять в своем присутствии в ней. А не пугаться, не бояться, не открещиваться от нее. Как от чего-то такого страшного. И вот с этого момента начнется меняться мнение. Вот какие мы будем на каждом своем месте. И не будем пугаться вот тех сложностей, которые связаны с властью. Я думаю, тогда уже что-то будет меняться вокруг нас. Вот такое мнение. Спасибо, Юрий Иванович. Спасибо. Да, только вопрос в том, изменит ли что-то само по себе нахождение православных во власть. Не, ну это, конечно, большое искушение. Вопрос к самому человеку, наверное, прежде всего. Если человек считает себя православным, нельзя говорить о том, что он какой-то идеальный человек, что он совершенный человек и так далее. Не, подожди. Вот, Дим, тогда так. Вот мы говорят, вот я человек верующий, я верю, что что-то там есть. Да? Или даже я человек верующий, я верую в Христа. Но человек верующий начинается, ну, мне кажется, я могу ошибаться. Тогда, когда вот это знание, что есть Христос, что это Сын Божий, влияет на твои поступки, влияет на твою жизнь, ну, хоть чуть, хоть капельку. Когда ты понимаешь, что то, как ты привык жить, я говорю не ты, а вот я, да, например, там, или вообще в общем ты, это не соотносится с тем, чего ждёт от тебя Христос. И ты начинаешь потихонечку, вот липутскими шагами, всё равно двигаться в ту сторону, чтобы этому как-то соответствовать. Вот тогда ты человек верующий. И тогда ещё, может быть, человек сможет к себе применить, да, стремясь что-то изменить вот изнутри во власти, принцип святителя Иоанна Златоуста. На крест не просится, с креста не бегают. То есть не добиваться всеми правдами и неправдами какой-то должности, да, с тем, чтобы преобразить мир и сделать его прекрасным, да. А всё время, идя по этому пути, да, прислушиваться, а воля Божия есть на это или нет. Вот те препятствия, которые я встречаю, это значит, Господь говорит, отступись, не надо, сам погибнешь и других погубишь. Или это то, преодолевая, простите, что я должен чему-то научиться, и дальше вот Господь будет помогать. То есть вот такой нюанс. Простите за многословие, ну, звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я звоню из Ростовской области, Валентина. Очень приятно. Вы знаете моё какое мнение? Мне кажется, что нам надо всем читать Евангелие день и ночь, и властям, и церковным. Осуждать никого нельзя. Почему? Потому что мы очень все о себе высокого мнения. А в Евангелии написано так. Кто соблазнит хотя бы из малых всех, лучше бы тому и не родиться. Думаю, что вы всё поняли. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. Так вот, я всё-таки прочту, что написал Антон, потому что он хорошо написал. Ну, во всяком случае, я согласна. Это не значит, что хорошо, но так, с моей точки зрения. Что нужно, чтобы всё начало меняться? А нужно-то каждому вспомнить, где он живёт, по какой земле ходит, кто его предки. Ведь каждый квадратный метр залит кровью за нашу веру. И мы, чумазые люди образца 2016 года, позволяем происходить этому шабашу. Хватит, каждый должен начать себя. Как-как, если ты слесарь, стань лучшим слесарем России. Брось пить и курить, рожай много детей, воспитывай. Я уж не говорю об участии в таинствах церкви. Считаю, что церкви нужно не управлять государственными делами, а окормлять тех, кто их ведёт. Вот, собственно говоря, не хватает у меня времени, чтобы прочесть всё полностью, а мысли там светлые, хорошие. Друзья, спасибо вам за участие в этой программе. Она достаточно сумбурная получилась, как у нас, в общем-то, нередко бывает. Потому что много вопросов сразу хочется разобрать, а вот не получается так. Но, тем не менее, можно в эту сторону подумать. На сайте Левада-центра опубликованы все результаты опросов, а их там несколько. И так вот для любопытства и каких-то выводов можно посмотреть и подумать в эту сторону. Я думаю, что полную версию письма, которые наш зритель Антон Маевский написал, наши зрители смогут посмотреть самостоятельно, если зайдут в социальную сеть ВКонтакте, в нашу официальную группу, в тему «Честное мнение». Спасибо вам, друзья. С вами был Дмитрий Бродвиков. И Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение» даст Бог. Завтра увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!